Шакур, привет! Дудаев и Масхадов давали присягу СССР. Дудаев бомбил Афган, Масхадов разгонял демократические протесты в Прибалтике, воевали в интересах Совка, РФ стало слабой, они нарушили присягу, предали. Ну ты уже налгал здесь, столько всего налгал. Во-первых, Дудаев никакой Афган не бомбил, Масхадов никакие демократические протесты в Прибалтике не разгонял. Ну все это же ложь, откуда ты это взял? Вот если ты обоснуешь это, тогда да, мы с собой поговорим на тему. А так, комментировать ложь, конечно, я не буду. Шакур, статьи в Википедии плюс куча статей в интернете. То, что они служили стране, которая устроила геноцид чеченцев, это норм. Они же не были политзаключенными и борцами в то время, как твой отец. Статья в Википедии нигде не говорит, что Дудаев бомбил Афган. И даже если статья в Википедии будет такое говорить, Дудаев сам опроверг эту информацию и наоборот говорил, что он никогда вообще не был даже на территории Афгана. Когда была война в Иванистане, он был в Туркменистане, по-моему, он говорит, что он прибыл и занимался морализацией армии, которая была на тот момент деморализована. О том, что Масхадов разгонял какие-то акции, об этом вообще нет никакой информации. Никто в этом не обвинял Масхадова, поэтому Масхадову и не приходилось даже это как-то опровергать. Вообще нет смысла об этом говорить. А то, что они служили, в этом мы не можем их обвинить сегодня, потому что на тот момент служба в армии была обязательной. Мой отец, да, не служил, потому что мой отец был таким ярым борцом, но очень много моих родственников, двоюродных братьев, они служили. Они не могли от этого никуда деться. И если бы они, допустим, отслужили бы и так там у себя дожили бы дальше своей жизни, к ним было бы отношение, как и к любым другим. Но эти люди, Масхадов, Дудаев, когда у них появилась возможность сделать тот самый шаг, чтобы освободиться от этих окоп, они это сделали. Поэтому они являются не просто людьми, которых мы не, которым мы что-то там прощаем, а это являются люди, которых мы признаем героями. Это наши герои, да помилует их Всевышний Аллах. То, что когда-то они там были плохими. Ну, что поделать, когда-то выдающиеся сподвижники пророка, мир ему, благословение Аллах, это будет доволен ими всеми Аллах, они тоже когда-то были плохими. Слушал репортаж Кадырки, он говорит, ногчи не дадут себя унижать, армия мне не подчиняется, и иную ересь, для кого он так много врет. Слушал еще Мулов, они говорят, кто против Рамза, тот против Аллаха. Ой, эта тема, знаете, вот если вы против того, то вы против Аллаха. Это излюбленная такая тема для различного рода людей, которые имеют какую-то преступную сущность. У нас это всегда было, знаете, если вы против этих, то вы против Аллаха. Против нас вы там против Аллаха. Это вот всегда у нас это присутствовало. Таких людей надо сразу же, бывает, отправлять куда надо. Места не стоят отдаленные. Как только он заикнулся, типа, если вот там против нас, против нашей партии, нашего движения, то вы выступаете против Аллаха. Все, сразу же его целиком со всей своей партией на нары. Я шучу, конечно. Короче, то, что говорил Кадыров, да, я это слышал. Анализировать то, почему Кадыров врет, я пытался это раньше. Я пришел все-таки к выводу, что это человек, который болен тем, что он не может уже не лгать. И, по всей видимости, он постоянно нуждается в какой-то очередной порции. И он на ходу что-то сочиняет, придумывает, как-то по-своему аргументирует. Это не... Ну, ты не сможешь найти в этом логику какую-то. Да, он, в общем, он любит эту тему. На самом деле, конечно, это полная ложь. Чеченцы не дадут себя унижать. Но чеченцы, к сожалению, чеченцы обыкновенный народ. И мы видим, что сегодня мы даем себя и унижать. И мы не можем никуда от этого деться. Мы не можем противостоять этому. Когда у власти есть такие ресурсы, и не может один человек или одна семья, там, один тейп пойти против этой власти. Да, честно говоря, один тейп, конечно, мог бы пойти, если бы в этом тейпе не было бы, опять-таки, представителей этой власти. Если бы один тейп представлял из себя такое консолидированное общество, которое выступит за общий интерес, тогда бы еще, да, это мощная была бы сила. Но у нас такого нет. У нас в одном и том же тейпе, точнее, во власти у нас представлены люди из одного тейпа, да, и люди из этого же тейпа могут быть представлены там и в сопротивлении. Поэтому такой темы представить невозможно уже. Все, как бы, нету вот этой тейповой консолидации у нас быть не может. Сам Кадыров, как вы знаете, из одного из самых крупных тейпов чеченских Бену, он принадлежит этому тейпу. Но Кадыров и огромное количество представителей его власти являются выходцами из тейпа Беной. Но также и немалое количество представителей Беной были в сопротивлении. Не может быть консолидации одних Беной на идеи того, что они вот в одном тейпе. Да, это пример такой. Потому что здесь среди Беной есть наши братья и среди Беной есть представители этой власти. И они друг другу не братья. Они не смогут объединиться на своей тейповой идентичности. Никогда. Потому что они являются врагами друг другу. Вольф. Ну все, почти все евроички рийцы никак тебя не поддерживают, а за спиной обвиняют тебя в работе на спецслужбы России. Не раз с этим сталкивался в личных беседах с ними. Что скажешь на это? Ничего, что с этим на это сказать. Саем это без комментариев. Вы знаете, что есть некоторые люди, которые как бы открыто об этом заявляли, обвиняли меня в том, что я якобы там работаю на что-то. Но в результате выяснилось, что они сами как бы являются стукачами. И гораздо хуже даже, чем стукачи. Люди, которые возводят клевету. Стукач это тот, кого мы называли стукачами. Стукач это тот человек, который сдавал российской власти участников сопротивления. Он не врал. Он действительно как бы сдавал. Он говорил им правду. Сдавал тех людей, которые воевали против России. Это были стукачи. Есть как бы они. А вот представьте человека, который российской власти или любой иной власти говорит о человеке то, чего на самом деле нет. Он на самом деле, допустим, не является участником сопротивления. И он говорит, он является. Он клевещет на него. Это еще хуже, чем стукач. И вот на таких вещах как бы люди попались. Сейчас просто пока еще не время об этом заявлять. Но я обязательно это все в мельчайших подробностях доведу до общественности, чтобы особенно чеченское общество, поколение 10, 20, 30 следующих поколений, чтобы они знали, знали, что предок вот этих вот их современников, что он был стукачом, клеветником, чтобы их соседи, родственники, односельчане, чтобы они знали этих людей. Я обязательно до этих моментов еще дойду. Просто пока нельзя, к сожалению, есть законодательные ограничения, которые действуют. И пока я не могу озвучить некоторые моменты. Но придет, иншаллах, тому свое время. Поэтому те, кто вот так вот открыто как бы об этом говорят, с ними мы можем открыто вести какой-то диалог, опровергать. И это люди, которые открыто об этом заявляли, это сами максимально дискредитировавшие себя либо дезертиры, либо подобные стукачи и недостойнейшие люди. А те, которые говорят это за спиной, не во весь голос. А по поводу этих людей, ну, что я могу сказать? Что можно сказать о человеке, который говорит что-то за спиной? Пусть придявит свои доказательства, пусть откроет свое забрало и выступит против нас. Майор Бек, я раньше поддерживал Кадырова. Я не думал, что человек может так много врать. Ты открыл мне глаза на этого убийцу. Переломным стал твой ролик, как он навещал и спасал друзей оборотней в погонах. В тюрьме ты имеешь в виду? Когда он встретил своего старого знакомого в тюрьме.